после приобретения. Это, конечно же, шутка. Я не рекомендую никому инвестировать свои деньги до тех пор, пока он не избавится от кредитов. Потому что для того, чтобы переиграть рынок и получить доход выше, чем банковский процент по кредиту, нужно быть опытным инвестором. А если вы будете платить по кредиту 20% и при этом получать по своим инвестициям 10%, что тоже является очень хорошей доходностью, то простой расчет показывает, что вы в минусе на 10%. Я думаю, другие аргументы здесь не нужны. Если человек считает, что только банк сможет его дисциплинировать и заставить не расходовать все деньги на текущие нужды, для него можно предложить другую схему. Переводите часть своего дохода на банковский депозитный счет, не касаясь его руками. Скажите своему бухгалтеру или банку, в которой переводят вашу заработную плату, чтобы они переводили часть зарплаты на ваш счет в банке. Поверьте, это намного эффективнее, чем брать кредиты и платить за это банком. Организовав такую немудреную процедуру, вы не только сможете через некоторое время купить все то, что вам необходимо дома, но и создать свой капитал, о котором ранее даже не мечтали. Это и называется контролем над своими денежными потоками. Кто, как не вы, сами сможете направить ваши деньги в нужное русло? Кто сможет распределить их так, чтобы эти деньги приносили вам максимальное удовлетворение в плане текущих расходов и в плане создания активов? Управляйте своими денежными потоками. Управляйте своими деньгами самостоятельно и не позволяйте им управлять вами, как они делают это, когда в день зарплаты тянут вас в магазин одежды. Далее приведу статью из газеты «Аргументы и факты» по этой же тематике. Называется она «Чем опасны покупки в рассрочку» и была опубликована в газете весной 2005 года. Предлагая кредиты на покупку машин, мебели, бытовой техники, банки скрывают настоящие условия сделки. В результате за право расплатиться в рассрочку нам приходится отдавать полторы-две цены товара. Еще прошлой весной Федеральная антимонопольная служба начала проверять условия выдачи потребительских кредитов. Договоры, которые подписывают банки с покупателями, слишком сложны для восприятия. Человеку, берущему кредит, трудно разобраться в тонкостях условий, которые выдвигает банк. Особенно это касается так называемых экспресс-кредитов, рассказывает АИФ, заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. Компенсация только через суд. Первым засветился русский стандарт. Федеральную антимонопольную службу поступило две жалобы от клиентов этого банка в Москве и Татарстане. В договоре помимо основной процентной ставки 29% в год спрятаны еще 1,9% плата за расчетно-кассовое обслуживание. Как правило, такую комиссию берут почти все банки. Она может иметь разные названия, но суть одна. Помимо основного процента по кредиту, вы дополнительно отдаете от 0,5% до 3% только за то, что банк согласился дать вам взаймы. Однако в договоре русского стандарта не было сказано, что эта комиссия будет взиматься ежемесячно. В итоге вместо 29% годовых клиенту пришлось заплатить под 60%. Дело рассматривала специальная комиссия из представителей ФАС и Центробанка. Однако, по словам господина Кашеварова, банку ничего не грозит, поскольку он обещал исправить договоры. У Федеральной антимонопольной службы были вопросы к банку по информированию ФАС и Центробанке.